Сегодня главе Почты России пришлось комментировать громкий скандал с пропажей нескольких сотен гаджетов, которые россияне заказали себе по почте. Следы их в виде разорванных бандеролей, следы сами получателей, уже нашлись во множестве возле одного из терминалов в Москве. Так будет ли уголовное дело и кто за все это заплатит, выяснял Кирилл Ольков. Эти скандальные снимки выложил в интернет муж Юлии Медниковой. Супруги возвращались домой с вечерней прогулки и внезапно наткнулись на свалку из почтово-бумажных отходов. Валялось более ста вскрытых упаковок от посылок в разные регионы России. Распотрошенные почтовые коробки. У каждой свой пункт назначения. География доставки вся Россия. Омск, Новосибирск, Воронеж, Краснодар, Калининград. Ни одна из этих вскрытых посылок, очевидно, так и не дошла до указанного адреса. Почтовые свертки выбросили в спальном районе Чертаново, предусмотрительно достав все ценное. Местные говорят, те, кто хотели избавиться от почтовых улик, спланировали все заранее. Место это укромное, неприметное, рядом бойлерное, а здесь в снегу даже остались неубранные вещественные доказательства. Вот пакет с почтовой символикой. Есть даже чек с китайскими иероглифами, тоже брошенный здесь. Даже часть зарядки от телефона, точнее то, что от него осталось. Нам удалось связаться с одной из пострадавших, чья посылка оказалась среди груды мусора. Ирина заказала в интернете телефон, ждала его со дня на день. В воскресенье позвонил мне молодой человек вечером, прислали фото этой свалки, где скрытые посылки и в том числе мой скрытый пакет. Пострадавших сотни. Судя по этим фотографиям, посылки прибыли в Россию из Китая и Сингапура на этикетках ни слова по-русски. Внутри коробок в основном телефоны известных марок. Ценник варьируется от 30 до 50 долларов. Если умножить стоимость содержимого одной посылки на 100, в почтовых масштабах получается целое состояние. Скорее всего, да, скрыли посылки. Скорее всего, работники, гости. Один из получателей, который захотел остаться неизвестным, выложил в сеть маршрут передвижения своего заказа, который он отслеживал в режиме реального времени. Судя по данным трекеров, посылки отправились в таможни Внукова в конце февраля. Дальше их след теряется. Хотя время доставки, указанное на сайте, формально еще не истекло. Едем в ближайшее почтовое отделение. Там делают удивленные глаза. Все посылки изначально проходят через Внукова. Все вопросы в ГУП Почты России. Тогда куда делись растаможенные посылки, которые никак не могли миновать почтовое отделение? На очередной пресс-конференции руководство почтового монополиста с гордостью докладывает об успехах работы службы. В прошлом году обработано 365 миллионов отправлений. И это новый почтовый рекорд. Выручка от посылочного бизнеса выросла на 20%. Но нас интересует другое. Конечно, воруют, признает генеральный директор, обвиняя своих же подчиненных. 300 отправлений вот таким образом было украдено. Это воровство. По словам Николая Подгузова, программа борьбы с воровством уже принята. И совсем скоро даст результат. Ее подробности пока не разглашаются. В этой ситуации, естественно, ответственность будет нести сотрудники Почты России, либо сама Почта России, именно компенсировав этот ущерб. Доказать факт кражи гораздо сложнее, чем пропажи. Вот так сделали вы заказ, потратили свои деньги, от вашей ценной посылки остались бумажные обертки и конверты. Все зависит от почтовой удачи и отличных качеств самих почтальонов. В случае со вскрытыми чертановскими бандеролями, заветная вам посылка так и не услышит сотни обманутых покупателей. Кирилл Ольков, Виктория Кузьминова. Известия специально для Рентово.